Привет, друзья! Поведение обитателей звериного мира в основном ничем таким экстраординарным не отличается. Но, как и у людей, среди животных все же встречаются большие оригиналы. Их поведение порой может быть очень странным, шокирующим, а иногда даже пугающим. Хотите в этом убедиться лично? Тогда скорее внимание на экран! Научно доказано, что обезьяны способны следить за чистотой своего жилища точно так же, как и люди. Хотя что тут удивительного, ведь шимпанзе генетически считается близким нашим родственникам, а ее интеллект можно сравнить с интеллектом 4-летнего ребенка. Впрочем, объяснение происходящего на этом видео, снятое в зоопарке китайского города Шиньян, конечно, куда проще. Дело в том, что эти животные очень любят повторять все за людьми. Если вы смотрели фильм «Планета обезьян», то наверняка знаете. Нас убедили в том, что все это выдумка, и приматы на самом деле не такие же разумные, как и люди. Но этот колумбийский капуцин из китайского зоопарка доказывает обратное. Вы только посмотрите, как эта милая обезьяна проворно использует камень, чтобы разбить стекло своего вольера. Правда, ни посетители зоопарка, ни само животное явно не ожидали такого исхода событий. Качели, карусели любят все. И дети, и взрослые, и даже козы. Только посмотрите на эти кадры. Заботливая мама-коза мастерски катает свое маленькое чадо, словно она делает это каждый день. И малышу радости, да и только. Ну а что делать, если на Северном полюсе скучно и не с кем поиграть? Забавная белуха вот и решила разлиться с моряками, играя с ними в мяч. И знаете, так необычно, когда дикие животные ведут себя совсем как ручные. Скорее всего, даже сами моряки не ожидали такого развития событий. Как огромная белуха приносит экипажу мяч для регби, а те, в свою очередь, не перестают бросать пасы животному. Видели ли вы где-нибудь такое, чтобы обезьяна, подобно человеку, намочила кусочек ткани, выкрутила его и сделала себе водные процедуры? Если нет, то это видео вам точно понравится. Правду говорят, что приматы – одни из самых умных животных на нашей планете. А вот еще одно совершенно необычное умение представителей обезьян по кличке Амбэма. Главная особенность этой 220-килограммовой гориллы заключается в том, что он умеет ходить на двух задних ногах, подобно человеку, причем на протяжении достаточно длительного времени. На этих удивительных кадрах вы можете наблюдать, как гордый орел катается верхом на еще маленькой варанской ящерице. И это совершенно удивительно, ведь взрослые вараны считаются очень опасными, поскольку могут целиком проглотить даже обезьяну. Интересно, так почему же в этом случае не сработали инстинкты хищника? Эксперты по изучению птиц в Гарварде утверждают, что на подобных видео ничего удивительного не происходит. По их словам, индюшки в дикой природе нередко ходят вокруг каких-то объектов, будь то скалы или деревья. Но для нас, как для обычных зрителей, такое зрелище выглядит довольно необычно и даже немного странно. Согласны? С детства мы знаем, что домашние козы пасутся на земле, а никак не на деревьях. Но поведение этих животных, живущих в Марокко, доказывает обратное. Дело в том, что в этой стране острая нехватка травы, поэтому изголодавшиеся козы просто вынуждены пастись таким странным образом. И уж очень им нравятся деревья органи. Хотя в это и сложно поверить, но некоторые виды змей, обитающих в Азии, ученые называют летающими. А все потому, что они пользуются одним довольно хитрым трюком. Эти змеи сплющивают собственное тело в воздухе и перелетают с дерева на дерево, как белки-летяги. Причем такой прыжок возможен даже на расстояние до 90 метров. Наверняка такого вы еще не видели. И это неудивительно, ведь все мы привыкли к тому, что змеи могут быть очень опасными для человека. Но судя по поведению этой представительницы вида, такого не скажешь. Только посмотрите, как она реагирует на ласку по отношению к себе. Словно маленький котенок, который хочет, чтобы его приласкали. Кажется чем-то невозможным, но эта самка орангутанга научилась правильно пользоваться пилой, удерживая в свободной руке ветку дерева. Посмотрите только, с каким удовольствием она сдувает опилки. А когда к ней подсадили роба-двойника, который также занялся распилом дерева, обезьяна тут же вступила с ним в своеобразное противостояние. А все ради победы над искусственным самозванцем. А вы могли когда-нибудь себе представить такую вот картину? Как дикие утки будут идти следом за аллигатором, пусть и маленьким. А вот игрокам в гольф на поле во Флориде пришлось лично убедиться, что такое возможно. Правда, пернаты исследовали за хищником или просто прогоняли его, так и неизвестно. Кстати, во время этого шествия даже игра была приостановлена. Да, животные тоже могут впасть в зависимость от такой вредной привычки, как курение. И это наглядно продемонстрировал случай с индонезийским орангутангом по кличке Тори. По словам работников зоопарка, где обитает обезьяна, им приходится терпеть вспышки гнева, если она не получит свою ежедневную сигарету. Змеи, ползающие по австралийским полям, уже никого не удивят, какого бы размера они ни были. Однако доводилось ли вам когда-либо видеть присмыкающийся, которая пытается передвигаться по тонкой проволоке забора? Вряд ли. Что тут можно добавить? Невероятная балансированная эта непревзойденная тасманская тигровая рептилия просто поражает. Изначально можно предположить, что эта ворона просто не понимает, что происходит и почему она постоянно скатывается вниз. Но буквально через пару секунд становится ясно, что птица просто решила покататься, испытать на себе зимние забавы, так сказать. Ну что ж, выглядит это очень мило. В тропических зонах после наводнений на поверхности воды можно наблюдать небольшие плавающие островки, которых несет течение. И если поближе присмотреться, то можно понять, что такие живые плоты из собственных тел создают огненные муравьи. Интересно то, что они могут оставаться на плаву в течение нескольких дней и даже недели. Всегда думали, что между кошкой и мышью проявляется бесконечное противостояние и вражда? Возможно. Но то, что вы сейчас видите на своих экранах, доказывает обратное. Правда, здесь не мышь, а крыса, однако о сути это не меняет. Посмотрите только, как грызун отбирает миску у кота и двигает в свою сторону. А тот спокойно реагирует и пытается подвинуть ее обратно. Просто поразительное зрелище. Не всегда хищники могут быть реальной угрозой для более слабых представителей фауны. Иногда они способны проявлять милосердие и заботу, как эта самка леопарда, например, которая решила позаботиться о малыше погибшей обезьяны. Видимо, материнские инстинкты были сильнее инстинктов охотницы. В Мексике дикий медведь увидел, как туристы делают селфи и решил поучаствовать в съемке. Он обнял одну из девушек, попозировал на камеру, а затем ушел. Туристы вели себя на удивление спокойно, хотя это и правильно, ведь при встрече с таким хищником нельзя убегать, кричать и делать резкие движения. Этот пес по кличке Герцог оказался настоящим ангелом-хранителем для маленькой девочки. Ночью он почувствовал что-то неладное, вскочил на кровать хозяев и начал всеми способами будить их, а затем показал, что надо идти к кроватке ребенка. Подойдя ближе, встревоженные родители поняли, что их малышка не дышит. Они сразу вызвали скорую помощь и приехавшие парамедики оживили ребенка. Если бы не Герцог, эта история, вероятно, имела бы совсем другие последствия. Никто даже и представить себе не мог, что тигр нападет на человека среди белого дня в многомиллионном мегаполисе. Данные кадры сняла одна из камер видеонаблюдения, и видео сразу стало вирусным. Как выяснилось, хищник сбежал из зоопарка и по каким-то причинам принял человека, выходящего из машины, за жертву. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.